В предыдущем уроке мы с вами разобрались с тремя частями, тремя компонентами приглашения людей к участию. Заключительный урок, связанный с психологической безопасностью, посвящен, отвечаем продуктивно, последнему компоненту. Вот условно вы создали сцену, на которой человек понимает, что можно прийти, пригласили людей высказываться, теперь надо как-то им ответить продуктивно. И здесь есть три конкретных компонента и три вопроса из мира работы со стойериями. Вопрос первый. Какой конец я создаю для тех, кто приходит ко мне с признанием ошибки? Условно, если посмотреть на структуру истории, то каждое наше действие — это результат нашего выбора. Вот мы так поступили, потому что мы так выбрали поступить. Не когда-то что-то с нами плохое произошло, это мы не выбирали. Я имею в виду, условно, признать ошибку. Это, как правило, выбор. Иногда вынужденный, тогда это не история. Но выбор главного героя. Вот этот выбор может столкнуться с одним из двух финалов. Либо с руганью, либо с похвалой. В любом случае, ошибку не надо хвалить просто так. Но первая реакция, вот эта вот первая интенция лидера должна быть более осознанной, чем просто «Ах, ты ж такой-сякой, ну ладно, давай разбираться». Люди запоминают, как мы помним с вами по первому уроку вот этой части, то, что ближе всего находится. Признание ошибки, первая реакция лидера — все остальное. Вот эта первая реакция в любом случае должна быть такой, чтобы человеку хотелось в этот контакт войти. Да, дальше там может быть неприятно. Да, дальше там может быть конструктивный. И иногда, ну, такой себе по характеру разбор все-таки. В ошибках неприятно копаться. Но первая реакция должна создавать хороший конец. Как это делать? Это вопрос. Можно создавать пространство, в котором человек может прийти и признать свою ошибку. Так, чтобы это было конфиденциально. Можно создавать, не знаю, электронные какие-то способы прислать письмо об ошибке и условно выйти на связь с лидером. Что-то еще. Но важно, чтобы эта первая интенция для человека была хорошим концом. Тогда ему будет приятнее приходить с этой ошибкой снова. Ну, точнее, с другой. И вот здесь как раз ко второму части переходим. Как я могу с своими поступками написать историю, в которой продуктивный провал — часть процесса? Далеко не за все ошибки надо хвалить. Я уже в предыдущих видео говорил о том, что есть ошибки повторные, есть ошибки провальные. Ну, не в плане провал на пути инноваций, а провал в плане человек делал плохой процесс и пришел к плохому результату. За такое хвалить не надо. То есть плохо работал, плохо получилось. Но есть ошибки продуктивные. Некоторые ошибки продуктивные приводят к чему-то хорошему. И мы видим инновацию. И тогда за это надо точно похвалить. А некоторые ошибки — это не результат плохого процесса. То есть не человек делал что-то плохое. Он делал что-то хорошее, но привело это из-за того, что среда постоянно меняется, и инновации в принципе не создается по щелчку ни одна. Особенно, когда это суперинновация, что точно что-то, что не существует в окружающей среде и нет аналогов. Это невозможно создать сразу. И на таком пути очевидно, что если у человека был хороший процесс и организованная работа, он может ни к чему не прийти. Вот такие проекты надо восхвалять. В Google X, с которых мы начали эту часть курса, есть прям целый проект, на котором человек прототип свой ставит на пьедестал, устраивает праздник и отпускает этот прототип от себя. И у них эта философия называется fail to fail. То есть проваливаться, чтобы проваливаться. Проигрывать, чтобы проигрывать. В итоге это приводит к новому знанию и прорывам. Посмотрите на результаты Google X в этой части и Google в целом. Вот, собственно, оно и есть. Заключительный вопрос этой части. Какие истории и поступки помогут мне создать ясную связь нарушений и наказаний? Понятно, что первое действие должно быть более-менее позитивным для человека. Второе. У человека должно быть понимание, что некоторые ошибки продуктивны. Но вот те ошибки, которые непродуктивны, и должна быть четкая связь. Вот это нарушение, вот это наказание. Причем оно должно быть ясной, что важно, и справедливой, то есть равноценной. Как именно это сделать? Можно просто просуждать с собой, а каким образом я доношу до команды, что вот это справедливое наказание вот за это, что это достаточное наказание вот за это, что это действительно что-то, что мешает нам добиваться результата, и поэтому такое надо наказывать. Какое-то поведение здесь просто охарактеризовать, ну, условно, человек пришел пьяный на работу. Понятно, какое наказание его ждет. Там где административка, или там, не знаю, запрогул, там, увольнение, что-то еще. Но здесь важно, что у человека должна быть ясность. Вот так поступать нельзя. И чем более комплексная ошибка он совершил, условно, ну, пьяным прийти на работу, это очевидно. А вот, например, не признать свою вину в споре с другим, и не признать свою ошибку постфактум, более тонкая ситуация. Вроде как человек лицо хотел сохранить, и ничего такого страшного не произошло. Но если для вас это четкое нарушение того, как вы ожидаете, команда будет поступать, у людей должна быть ясная и четкая связь. Это плохо. Связка. А истории создают связку. Поэтому, собственно, какие истории вам помогут. Последние три вопроса здесь, вот в этой части, и к ним в дополнение отдельно оставляю вам несколько вопросов для поиска ваших воспоминаний про этот компонент психологической безопасности. В следующем уроке будем подводить итоги о том, как связано доверие и психологическая безопасность. Немножко вместе с вами порефлексирую на тему того, что общего вот в этих книгах обнаружил, и какие три компонента, мне кажется, помогают и с тем, и с тем работать продуктивно, а, соответственно, с них легче начать, потому что и на то, и на то можно повлиять. До встречи в следующем уроке. Вот ваши вопросы для поиска воспоминаний. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok